здравствуйте дорогие друзья и сегодня я хочу вам показать озимину видео про зимину я снимал как я высаживаю семенами потом я пересаживал стаканчики есть тоже видео сейчас я хочу показать сегодня у нас 11 сентября как она себя чувствует после нашего мягко сказать в кавычках лета вот такого она размера принципе она не очень большая за этот сезон выросла но она вот есть в этом году я ее оставлять здесь не зимовать не буду я уберу все в подвал и если есть желающие приобрести озимину в таком виде как она вот сейчас есть для посадки на будущий год уже на постоянное место как это буду делать я то в описании к этому видео будут вся информация о стоимости сеянцев семилитровых горшках и как их приобрести также есть возможность приобрести не только семена сеянцы озимины но также есть возможность приобрести гингобелоба на гингобелоба я также снимал видео на своем канале как я его сажал пересаживал в принципе есть можно посмотреть о том что-то гингобелоба я думаю что можно посмотреть и узнать в интернете также вот есть возможность приобрести некоторое количество сеянцев гинго белого информация по ним также будет в описании к этому видео еще что хотел бы добавить по другим растениям а примерно три года назад когда я занялся выращиванием культур вот этих различных первую очередь для закладки сада своего я решил выращивать все из косточек заказал косточки у Железова Константиновича и вот по прошествии трех лет выросло очень много деревьев которые посадка часть которых я посадил в прошлом году часть у меня еще осталось и часть я планировал высадить в этом году но то место этот участок на котором я осуществил посадку и высадку деревьев к сожалению украли деревья у меня с этого участка там были высажены абрикосы персики порядка примерно сливы там также были высажены и там забор сделан частично поэтому доступ на участок не ограничен находится в лесном массиве видимо кому-то очень заинтересовали эти деревья но и в итоге было принято решение мною в этом году там не высаживая деревья пока там не будет полноценного забора ограничивающего попадание на участок честно говоря я не сажая деревья никак не предполагал что такое может произойти что вот так вот возьмут варварский способом выкопают деревья и поэтому с этим у меня осталось очень много деревьев которые планировал высадить в году но они уже не терпят высадки то есть но не терпят ожидания когда там появится забор я пока сказать очень все не могу поэтому я могу предложить для продажи деревья они примерно два с половиной около трех лет каждый каждое дерево уже такой сформировавшись хорошей корневой системой также 7 литров горшочках уже просится для высадки вот прямо этой осенью часть из этих деревьев я посажу в другом месте участке а часть останется останется вишневой волочная останется вишня степная вишня жуковского несколько видов абрикосов амур фаина грация возможно евразии слива останется еще несколько но список я думаю напишу под видео если вам это интересно и вы хотите приобрести эти деревья уже трехлетние тоже по контактам под видео обращайтесь если они как бы еще будут наличие после посадки здесь я смогу вам их предложить ну а на этом я видео закончу если понравилось видео ставьте лайки также подписывайтесь на канал а также забыл еще в этом году же я сажаю павловнию и если вы только вы смотрите только сейчас узнали об этом я рекомендую посмотреть видео про павловнию и вдруг вы хотите приобрести сеянцы павловни то это тоже возможно и и вот в принципе также семилитровый горшочек уже с формировавшейся корневой системой кто не знает павловни делается весной и следующий год технический средств поэтому в принципе у вас будет семилитровый горшочек с формировавшейся корневой системой которая при посадке в следующем году на постоянное место либо если вы пока не решили то можно оставить в горшочке отдаст очень мощный прирост и будет уже формировать хорошие огромное такое крепкое дерево ну а сейчас уже на этом точно все подписывайтесь на канал ставьте лайки если понравилось видео пишите комментарии к этому видео до встречи на канале пока